Валерий Сёмин Какой город самый лучший из тех, где вы уже побывали? Это неправильный вопрос. Сейчас скажу. Челябинск. Не, мне нравится. Я выхожу из аэропорта в Екатеринбурге. Там, здрасте, забор покрасьте. А у вас как-нибудь говорят такое все? Ну, вообще, в общем-то, тот же самый забор и красят. Да, да. Причём в том же аэропорту. Вот. Но на самом деле, ну, нельзя сказать, какой город лучше. Хорошо. Все разные города и все хорошие. Нижний Новгород, вот лично для меня, во-первых, я там стал лауреатом четвёртого всероссийского конкурса исполнителей на русских народных инструментах. Это был 990 год, тогда он «Горький» назывался. Вот, это вот первое. Потом, в прошлом году, в 800-летие он праздновал этот город, и я сочинил две песни. Например, Ульяновск город. Там везде Ленин, ну, потому что его родина, да. Вот, даже в каких-то кафешках, ресторанчиках мы ещё успеваем где-то, ну, пообедать, там, поужинать. Вот. И Ульяновск тоже для меня, потому что в 80-м году я стал лауреатом первой премии «Конкурс молодых баянистов по Волжье». Валерий, как вы красиво это говорите. А когда мы летели в Италию, где мы тоже стали лауреатом первой премии, назывался «Читадди Кастель Фидар», то есть такой конкурс. И для меня Челябинск стал родным, потому что с нами летели в самолёте из Челябинска какая-то, я уже забыл, команда. И когда они узнали, что мы будем в категории лёгкой музыки, он говорит, всё, мы не будем в этой категории, будем участвовать, потому что ловить нечего, потому что «Белый день» тогда был рулем вообще на ролике. Не, ну «Белый день» он и сейчас рулит, потому что эти песни, эти кассеты ещё слушают, слушают и слушают. Ну, дорогие друзья, мы опять прервёмся совсем ненадолго, прозвучит ещё одна песня в исполнении Валерия Сёмина. Я думаю, что нашим зрителям будет приятно спеть вместе с нами около телевизора. Как во сне и глаза не решаюсь поднять, расскажи ей гармонь обо мне, то, что сам не могу рассказать. Не обманет гармонь, не соврёт, песня в небо летит, Вместе с ней моё сердце поёт, та о любви говорит. Эта музыка будет звучать, не угаснет огонь, О любви я хочу рассказать, помоги мне гармонь. Пусть летит эта песня в ночи, Всё вокруг наполняя собой, О любви моё сердце кричит, Хочет быть оно рядом с тобой. Расцветают сады по весне, Где-то песня послышится вновь, Твоё сердце поверило мне, И гармонь разбудила любовь. Не обманет гармонь, не соврёт, Песня в небо летит, Вместе с ней моё сердце поёт, А о любви говорит. Эта музыка будет звучать, Не угаснет огонь, О любви я хочу рассказать, Помоги мне гармонь. Челябин! Не обманет гармонь, не соврёт, Песня в небо летит, Вместе с ней моё сердце поёт, Какая публика будет звучать, Не угаснет огонь, О любви я хочу рассказать, Помоги мне гармонь. Ну что ж, дорогие друзья, Мы продолжаем, продолжаем нашу беседу, О городах мы поговорили. А вот какая публика на концертах, Она наиболее интересна, Мужчины или женщины? Вот я обратил внимание, Что последние где-то месяц, Раньше, вот до этого, У меня были в основном женский коллектив, Женщины разных возрастов, Ну, кому за 45? Ну, вот. А сейчас стали мужики появляться много, И молодые. То есть мы стремимся, Наша команда, Стремимся омолодить публику. И я надеюсь, всё это будет. Потому что вот сейчас такое время наступило, Когда танцы со звёздами закончились, Слава Богу, Танцы от звёздов уехали. И я говорю на концерте, И на нашей улице праздник, Слава тебе Господи. Ну, правда. Нет, ну, действительно, это так. И я общаюсь с людьми, Там, не знаю, какие-то студенты, Причём, ну, есть студенты, Которые музыкой занимаются, А есть, которые не занимаются музыкой, Там, 20-25 лет. И ребята, и девочки говорят, Что, а мне вот Кадышева нравится. Да ладно. А как же там эти всякие, там, Клава Кока и так далее. Не это, мне вот нравится. Я говорю, а моё творчество и ваше тоже. Так что прекрасно, Что молодая публика стала ходить на концерты. Дорогие друзья, Я прерву буквально Валерия на секундочку. Сейчас прозвучит ещё одна песня в его исполнении. Я, честно говоря, я очень верю в то, Что в ближайшее время, Когда молодёжь будет говорить, Они не будут говорить про Кадышеву, Не будут говорить про Клаву Кока, Они будут говорить, Валерий Сёмин, это наше всё. Слушаем, подпеваем. На тропе, на тропе, Что луной запорошенной, Мы с тобой, Мы с тобой распрощались давно, Что ж ты ходишь, Что ж ты ходишь за мною, Хороший мой, Что ж ты снова стучишься в окно. Давайте вместе. Что ж ты ходишь за мною, Хороший мой, Что ж ты снова стучишься в окно. Ведь не я, Ведь не я позабыла, Да бросила, Сам решил, Сам решился на выбор такой. И не я, И не я тебя, милый, Заставила Целоваться на свадьбе с другой. И не я, И не я тебя, милый, Заставила Целоваться на свадьбе с другой. Я пошла, Я пошла бы с тобой за колецу, Гордость вы, Гордость выйти к тебе не велит, Если сердце мое успокоится, У подружки твоей заболит. От тебя, От тебя не закроюсь я ставнями, Посиди, Посиди у окна моего, Только счастье, Только счастье чужого Не надо мне, Хватит мне на мой век своего. Только счастье, Только счастье чужого Не надо мне, Хватит мне на мой век своего. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова То в темно-зеленом, а то в голубом Идут тебе платья любые цвета Но лучший наряд твой, твоя нагота Идут тебе платья любые цвета Но лучший наряд твой, твоя нагота Когда в воскресенье ко мне ты пришла И свет погасила и платье сняла Оставив на шее лишь жемчугарят Такой для меня ты надела наряд Оставив на шее лишь жемчугарят Такой для меня ты надела наряд Я Богу молился, поставив свечу Теперь я молиться ему не хочу Отныне я понял, что все суета Иконой мне стала твоя нагота Отныне я понял, что все суета Иконой мне стала твоя нагота Отныне я понял, что все суета Иконой мне стала твоя нагота Отныне я понял, что все суета Иконой мне стала твоя нагота Нагота Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу И возвращаясь к программам, которую делает Андрей Малахов Их сейчас две, они обе суперпопулярны И субботные, и воскресные Хотелось бы задать вопрос Меня часто спрашивают, как попасть ко мне в хорошие песни А как попасть к вам в ваши программы Ну тут Многие обращаются ко мне Я говорю, а я-то при чем? Так ты там главный Какой я там главный? Видимо, ощущение такое создается Я всех прошу Я говорю, я ничего не могу как бы посоветовать Единственное, вот например В Одноклассниках или там ВКонтакте мне присылают Я редакторам пересылаю А они уже смотрят А они уже смотрят И невозможно просчитать вот что Потому что у них, понимаете Вот эти три бригады Которые, каждый делает свой выпуск И у них какая-то тоже есть идея, ниточка Им интересно не только Вот например, многие там Я оперный певец, почему меня туда не берут? Ну потому что ты там не нужен Он говорит, ну я же заканчивал А есть люди, которые из Челябинска в том числе Люди, которые ничего не заканчивали А просто у них какая-то вот есть жизненная история Интересная, да? Связанная там с мамой, с родителями Обязательно Ну потому что это Общечеловеческие какие-то ценности Которые Должны обязательно в программе прозвучать Там и поплясать надо, и поплакать Ну это жизнь Да, это жизнь Поэтому дело не в том, что у тебя там куча дипломов Нет Дорогие друзья, теперь я надеюсь Каждый наш зритель, особенно творческие люди Понимают о том, что не нужно надеяться на то Что если у вас нет вокальных данных Или вы не играете на инструменте Что вы никогда не попадете на программу Андрея Малахова Надо просто быть хорошим человеком Ну а у нас вновь песня в исполнении хорошего человека Слушаем, танцуем, поем вместе с нами Я мужчина видный И жених завидный Ой-ой-ой Средних лет примерно И что характерно Абсолютно холостой Жил как вольный ветер Сыт и пьян и весел Ой-ой-ой Ты как на вожденье чудное виденье Мой нарушила покой Ой-ой-ой-ой Перед нею я рабею И смущаюсь вновь и вновь Я краснею Я бледнею Я бледнею Вот такая вот любовь Щеребин Где вы Я Вот так, молодцы Говори Говори Я на свете Подрастают Дети Но всегда Как молодой Ё-ой-ой-ой Перед нею я рабею И смущаюсь вновь и вновь Я краснею Я бледнею Я бледнею Вот такая вот любовь Я краснею Я бледнею Вот такая вот любовь Я краснею Я бледнею Я бледнею Вот такая вот любовь Я краснею Я бледнею Вот такая вот любовь Ну что ж, дорогие друзья Мы продолжаем нашу беседу И сейчас традиционно хочется поговорить о творческих планах Причем, честно хочу сказать, я подписан у вас ВКонтакте Мне очень нравится, как вы делитесь своими творческими планами Дикий график гастролей Потом написано, ну вот наконец-то я и в Москве Я читаю дальше На следующий день концерт где-нибудь в каком-то городе Думаю, зачем заезжал? Ну отдохнул бы где-нибудь по дороге Нет, на съемке На съемке Да, на съемке Или встреча с друзьями Вот на первом месте у меня работа На втором друзья, потом все остальное А, и музыка Ну работа музыка имеется в виду Когда мне 50 лет исполнилось Это было в 16-м году Я решил У меня концерт назывался в Кремле он прошел Назывался В 50 лет жизнь только начинается Ну так оно и есть, наверное Вот И я решил выпускать диски формата MP3 По 50 штук на каждом Сейчас их пять То есть будет продолжение У меня просто соавторов несколько человек Вот И еще хотел Сейчас, 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 сейчас Сейчас, 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 сейчас Хотел сказать Блин Ну вылетело все Вылетело Дорогие друзья Вылетело? Я точно вам скажу А, вспомнил Вспомнил Вот Я горжусь тем, что Я хорошо пишу гимны Гимны И есть гимн городу Калининград И недавно сочинили мы с поэтом Валерием Калинкиным гимн ВДНХ Кто не знает, это выставка достижений народного хозяйства в Москве Было 80-летие И вот это просто Об этом стоит рассказать Потому что 80 лет назад Когда еще она называлась какая-то По-другому она называлась какая-то Вот И эту выставку открывал ансамбль имени Александрова Они пели там Тогдашний гимн И спустя 80 лет Мы с Калинкиным написали этот гимн Называется «Ты наше достояние ВДНХ» И его исполнил ансамбль имени Александрова И сам директор-начальник Это Сочинюк Фамилия Он сказал А давайте мы сделаем это красиво И мы сделали красиво И сейчас Кто будет в Москве В 12 часов В 15 и 18 Из репродукторов ВДНХ Звучит этот гимн Дорогие друзья Мы все-таки прощаемся с вами Желаем всего самого хорошего Ну, пару слов нашим телезрителям Дорогие телезрители Я вас очень люблю Приходите на мои концерты Слушайте песни Потому что мои песни Они лечат Вот реально Лечат души И не только души Но и какие-то Даже вот Недуги физические Потому что Два слова расскажу В набережных Челнах Зинаида Марчукова живет Почему я запомнил Потому что У нее обнаружили онкологию И она Приехала специально Ко мне пять лет назад В Москву Для того чтобы Последний раз Увидеть Своего гумира Да Она жива до сих пор Она сейчас приезжала Ко мне в Казани И она всем говорит Слушайте мои песни Так что я не виноват Вот так получилось Действительно Песни лечат Потому что они идут вот отсюда Вот из Из этого сердца Которое горит И трепещет Ну что ж дорогие друзья На этом наша программа Завершается Мы желаем всем Крепкого здоровья Ну а если у вас все-таки Какие-то недуги есть Не забудьте Включить телевизор И посмотреть Хорошие песни С Валерием Семиным И все пройдет До новых встреч До новых Хороших песен Не пропеть ли нам? Ммм Частую Челябинск Ох, напьюсь сегодня пьян Забушуют страсти Разорву я свой баян А на 4 части Цыган цыганке говорит У меня давно стоит А на столе бутылочка Давай выпьем, милочка Я по речке плаваю С незнакомой клаваю А причалить не могу Муж стоит на берегу А я паркет вам постелю За дошечку порублю Стык-встык Стык-встык Работящий я мужик Ох, дочка моя Гуляй осторожно Под машину не ложись А под шофера мужик Если женщина красива И в постели горяча Это личная заслуга Леонида Ильича Председатель на машине А бригадир на лошади А колхозник с мешком Идут со станции пешком От Шеребец Где вы? Я к шестушке Пять кончаю Жду аплодисмент Удивите